Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем проходить Рождённую Луной, серия шестая, сезон четвёртый. Помогая оборотню, Мия узнаёт, кто убил вампира. Ну, по крайней мере, в этой серии мы это выясним. Это радует. Глава шестая. Предатель. Далее Моника рассказала следующее. Норман и тот оборотень говорили только по телефону. Волк обещал продать сведения о нескольких стаях, кто кому оказывает поддержку, связи. Встречу назначил в людном месте, сославшись на то, что опасается за свою безопасность. В Эвересте? Да. А чтобы вампир не боялся ловушки, оборотень сам предложил приходить в центр не одному. Сам. Не странно ли? Норман обратился к своей хорошей знакомой, Монике. Они приехали на место, побродили по этажам. Убийца снова позвонил. Что он сказал, Моника не знает, но Норман попросил ждать и поспешил в служебный коридор один. Сначала вампирша не придала этому значения, посчитав, что её друг не хочет делиться сведениями. Но потом забеспокоилась и пошла следом. Ну, а там ты. Ясно. Веришь ей? Да. Моника могла мне врать, но зачем? Что бы это ей дало? Макс, надо исходить из того, что убийца волк. По-прежнему думаю, что кто-то хочет ослабить твою стаю. Возможно. Допустим, это первый шаг. А далее попробуют вообще занять вашу территорию. Ведь это вампиры охотятся в городах. Оборотни предпочитают лес, так? Мия, какая территория? О чём ты? Двадцать первый век. Охота – это весело, но не настолько, чтобы затевать подобные. Мясо мы покупаем. У Обье вообще своя сеть магазинов. Девушка сосредоточенно потерла виски. Не знаю, Макс. Так или иначе, кроме стаи Саманты у нас подозреваемых нет. Предлагаю наведаться к ним и поговорить на чистоту. Мия, я не играю на скрипке, а ты не Ватсон. Прийти к Обье и сказать «я собрал вас здесь, чтобы назвать убийцу» – это не вариант. У нас есть клок шерсти. Узнаешь по запаху. Не получится бегать и всех обнюхивать. Вдобавок надо предоставить вампирам доказательства. Главное – понять, кто он. Будет отпираться, тогда пообщаемся. Пожёстче. Эмиль Обье не позволит выбивать признание из волка своей стаи. Если тот, кто тебя подставил там, ты же его сразу почувствуешь. Не факт. Но ты Тревора смог в парке отыскать. Я хорошо знал его запах. Много времени вместе провели. А среди перемешанных и похожих запахов родственников сложно выделить один конкретный. Да и нюх может чем-то забить. В той подсобке так несло кровью вампира и бытовой химией, что я вообще ничего не почувствовал. И что? Шерсть бесполезна? Полезна. Просто мне надо оказаться вплотную к убийце. Предлагаю ехать к ним и начать издалека. Объяснить, что тебя подставляют и убедить, что это не только проблема фолов. Сказать Эмилю, что убийца наследил. Посмотреть на реакцию. Так себе идея. Всё равно лучше нет. Сдаюсь. Позвоню Ральфу. Пусть попросит вожака Обье уделить мне немного времени. Я с тобой. Ладно. К тебе среди волков неплохо относятся. Эмиль согласился принять Макса только ближе к вечеру. У нас почти весь день. А зачем мне встречаться с Одри? Раз есть время, встречусь с Одри. Так и быть. Она ведь дружит с Самантой. Если твоя сестра бывала у Обье в гостях, вдруг что-то интересное вспомнит. Например? Пока не знаю. Возможно, она что-то видела или слышала, чему не придала значения. А для нас это станет зацепкой. Окей. Езжай. Одри ждала в семейном магазине. Привет, Мия. Привет. Клиентов мало, так что говорить можно свободно. Если это поможет брату, спрашивай. Всё расскажу. Только я мало что знаю. Есть кто-то странный в стае Обье. В каком смысле? В любом. Вспомни что-нибудь примечательное. Волчица задумалась. Да, обычные оборотни. Но стая большая, и не все друг другу кровными родственниками приходятся. Больше ничего интересного? Какие у них взаимоотношения? Интересного... Ну, разве что Дидье. Он приёмный, родился человеком. Эмиль взял его ребёнком в приюте, и потом обратил. Подобное редко встречается. Знаешь, многие считают, что такие оборотни хуже понимают наши устои. Меньше чувствуют семейные узы. Как по мне, это предрассудки. Дидье нормальный. И взаимоотношения в стае Обье нормальные. Близкие. Кловес, например, ухаживает за Самантой. По уши в неё влюблён. Хотя, кажется, ему не светит. Больше ничего? У Эмилия сестра забавная. Тётка Саманты. Карин. Своих детей у неё нет, но племянницу просто обожает. Вечно сокрушается, что Саманта хоть и Альфа не сможет возглавить стаю. Шутит, что феминизм рано или поздно доберётся до оборотней. И тогда вожаками будут не только мужчины. Мия пробормотала. Звонил мужчина, но голос можно имитировать. Не знаю. Что? Ты о чём? Хочешь сказать, Макса кто-то из Обье подставил? Ты мотив ищешь, что ли? Ага. Чушь! Это единственный логичный вариант. Я не верю. Ты человек, Мия. Прости, но тебе не понять. Знаю, знаю. Волки друг друга не подставляют. Можешь что-то ещё вспомнить? Нет. Спасибо, Инна Том. Поеду. Главное, ничего Саманте не говори. Ради брата. Под недовольным взглядом Одри девушка вышла из магазина. Когда Мия вернулась к Максу, они направились к Обье. Здесь живёт вся стая? Ага. Большой дом в пригороде был обнесён высоким забором. У ворот стоял молодой оборотень. Привет, Макс. Я Дидье. Тот самый приёмыш. Это Мия. Нас должен ждать Эмиль. Вас? То есть с ней. Обоих? Дидье повернулся к девушке. Саманта про тебя рассказывала. Проявить миролюбие. Жёсткость лучше. Проявить жёсткость. Может быть, зря. Слушай, у меня нет желания с тобой пререкаться. Не тяни и не трать моё время. Посчитай, что Макс пришёл один. Или что, человека испугался? Дидье поморщился. Повода в тебе доверять нет. Да и ты, Макс, ведёшь себя непонятно. Ваш вожак сам разберётся. Веди. Идите за мной. Волк из стаи Абье двинулся к дому, Макс и Мия следом. Коснувшись носа, девушка вопросительно посмотрела на Фола. Тот отрицательно покачал головой. Запах не разобрал или шерсть не дидье? В стороне за деревьями чинил детский велосипед ещё один оборотень. На гостей он смотрел безразлично. Кто из Абье это может быть? Наверное, Кловис? Возможно, и Рэми где-то здесь. Внутри они столкнулись с Самантой. Привет. Какого чёрта она тут делает? Мне помогает. Волчица скривилась. Ты раскрыл ей, где наш дом? Узнать адрес владельца мясных изделий от Сэма не проблема. Ей здесь не место. Прежде чем дойти до Эмиля, мне что, нужно поговорить со всеми волками его стаи? Саманта недовольно дёрнула плечом, бросив. Он в кабинете. Продолжение следует... Я смотрел на них. Сядьте. Оба. Ну, сказать, что Фол не убийца? Мистер Абье. Вы не правы. Вы зря обвиняете Макса. Сейчас я говорю, девочка. Но... Тихо. С нескрываемым раздражением старый оборотень продолжил. Чем ты думал, Фол? Мало того, что провоцируешь кровососов, так тебя ещё и застукали. Мне казалось, ты куда благоразумнее. Макс оставался хладнокровным и не начинал спорить с главой стаи. Ты знаешь про историю в Эвересте? Значит, вампиры были здесь? Под утро заявились. Трое. Надменные, кичливые. Дали твоё описание. Предлагали деньги за информацию о том, где ты можешь прятаться. Послал их куда подальше. Даже во двор не пустил. Они ушли. Абье повысил голос. Но мне не нужны эти проблемы, Макс. Я согласился на разговор только из уважения к твоей семье. Из-за тебя у всех неприятности. Вампира убил не я. Макс, ты его убил или нет? Мне нет дела. Повторяю, мне не нужны проблемы. Зачем приехал? Прости, но получить здесь укрытие не выйдет. Молодой волк дёрнулся от предложения, как от удара. Ответил при этом ровным тоном. Я здесь не за этим. Понимая, что сказанные им слова могут спровоцировать гордого гостя, Эмиль оценивающе разглядел Фола. Проявленные Максом выдержка и уважение хозяину дома нравились. Смягчившись, глава стаи вздохнул. Ох, так, тогда с чем пришёл? Фол молчал, пристально глядя на старого волка. Затем достал из кармана скатанную шерсть, но не отдал, а положил перед собой на столе. Макс посчитал пора. Надеюсь, он знает, что делает. Как отреагирует Эмиль, узнав, что убийца один из его волков? Станет защищать до последнего? Вожак стаи умён. Иначе быть не может. Он ведь должен избегать конфликтов как с вампирами, так и с другой стаей. Меня подставили. И тот, кто это сделал, наследил. К чему ты клонишь? Кажется, Эмиль Абье уже понял ответ. Девушке показалось, что в тишине прошло не меньше минуты. Мия, я ничего не имею против тебя лично, но этот разговор... Не для человека. Всё в порядке, подожду за дверью. Спасибо. А разница, я могу подслушать. Эмиль, никто её не тронет. В холле был только Дидье. Он приблизился. Просто к сведению. Хоть Рэми и Лорет живы, тебе здесь никогда не будут рады. Это был честный бой. Я друга спасала. Они без драки мне его бы не отдали. Дидье посмотрел на девушку уже без прежней неприязни. Похоже, ты не врёшь. Он отошёл. Всё это сейчас не важно. Требуется узнать, кто на самом деле убил Нормана. А стоя тут столбом, этого не сделаешь. Мия покрутила головой. За окном у ворот Саманда общалась с парнем, который раньше чинил велосипед. Снаружи солнце, на стёклах блики и отражения. Похоже, они меня не видят. Узнать бы, о чём говорят. Но незаметно не выйти. Да ещё и Дидье. Ничего себе! Вы что, издеваетесь? Нужно что-то придумать, стоит 97 алмазов? Просто слов нет, это очень дорого. Я уверена, что большинство из вас не потратят столько алмазов на этот ответ, поэтому я потрачу. Смотрите, пожалуйста. Нужно что-то придумать. Выбор повлияет на историю в будущем. Ну, я даже не сомневаюсь, что он повлияет. Ммм, дорогой дом. Планировка современная. Мия спросила у Дидье, где уборная. Тот показал. Как и ожидала девушка, там обнаружилось окно. Выбравшись на улицу, Мия оказалась вне поля зрения Саманты и её собеседника. Теперь быстро, но осторожно. Сконцентрироваться на слухе. Прикрыв глаза, девушка сосредоточилась. Шелест листвы и шум дороги, доносившийся из-за забора, будто отодвинулись, стали глуше. Оборотни в той стороне. Я могу услышать. Их речь становилась всё чётче. Наконец, Мия смогла разобрать каждое слово. О чём ты, Кловис? По-твоему, зачем явился Фолл? Грохнул коровососа, а теперь будет валить на других. Да я вообще сомневаюсь, что это Макс убил. Видели-то именно его. А если это случайность? Случайность? Оборотень усмехнулся. Нет, Сэм, так не бывает. Случайно вампирам тело не растерзывают. Волчица прищурилась. Откуда ты знаешь, как именно был убит тот тип? Ему ведь могли просто голову проломить. Эм, я так предположил. Короткая пауза, и Саманта схватила Кловиса за руку. Чёрт, это ты? Ты убил вампира? Что? Что? Нет. Рехнулась. Лжёшь, я же вижу. Придурок. Зачем? Её голос зазвучал угрожающе. Кловис, зачем ты это сделал? Правды хочешь? Ладно. Только не кричи, нас могут услышать. Вожаки наших стай хотят свести тебя с этим блондинчиком. У Эмиля нет родных сыновей. И вместо того, чтобы назвать наследником кого-то из нас, он захотел объединиться с Фоллами. Ральф когда-нибудь передаст свою стаю Максу, понимаешь? Эмиль сам говорил, что это очевидно. Макс будет сильнее своего брата. Ты Альфа, но главным будет Фолл? Как же? Мне не нужен вожак со стороны. Это не нам решать. Вздумала лечь под него? Не позволю. Ты будешь моей, и я поведу стаю после Эмиля. Как ты можешь такое говорить? Обманул Эмиля, предатель. Да пойми же, я люблю тебя. Порыв ветра чуть толкнул Мию в спину, и через секунду Клови замолчал. В чём дело? Парфюм. Чужой. Меня спалили. Упс. Мия шагнула назад, к окну уборной. Из-за угла появился оборотень. Одним прыжком, очутившись рядом, он протянул руку. Что ты слышала? Волк схватил девушку за плечо. Использовать... Лёгкий гипноз? В голове Мии пронеслась мысль. Нельзя проявить свои необычные способности. Она неожиданно затороторила первое, что пришло на ум. Курс лекций по правовым основам журналистики. Сбитый с толку и её странным поведением, Кловис не заметил, как поддался лёгкому гипнозу. Сильные пальцы, стискивавшие плечо, разжались. Девушка попыталась влезть в окно. Только бы не понял, что я сделала. Оборотень уже пришёл в себя. Схватил её за ноги, потянул. Мия вцепилась в оконную раму. Таза скрипела. Зазвенело стекло. Девушка истошно закричала. Макс! Хватит! Кловис рванул. Мия рухнула вниз. Извернувшись, она пихнула волка ногой. Зарычав, тот наклонился. Мия! Удар Фола отбросил Кловиса назад. Мия! Всё хорошо, я цела. За спиной Макса девушка увидела Эмилия и Дидье. Позже Макс и Ральф привезли связанного Кловиса к себе. Несколько волков из Стоя Обье приехали с ними. Братья Фолы и Конрад пригласили Эмиля в дом. Дядя Джон присматривал на улице за Рэми, Дидье и Самантой. Разговор не ладился, все четверо молчали. В стороне Шон допытывался у Мии о произошедшем. А круто Макс этого Кловиса уделал. Красивый был бой. Шон, это вовсе не красиво. Боль и кровь это страшно. Ладно, ладно, я понял. Так ты видела? Да, только не жди подробностей. В общем, Макс бил мало, но с видимым эффектом. После двух ударов в голову подряд, результат драки был ясен. Кажется, Кловис собирался оборачиваться волком. Не успел. Круто! На ребрах твоего дяди, наверное, огромные синяки. Кловис несколько раз попал. Как думаешь, что будет? Не знаю. Все ушли общаться без меня. Когда они уже поймут, что я не ребенок? Не злись. Дядя Джон тоже здесь. Слушай, зачем Кловис убил вампира? Мия объяснила. То есть он хотел избавиться от Макса и позже возглавить стаю-обье? Ого. Вот гад. Нет бы честный бой. А так чужими руками. Кловис трус. Какой из него вожак? Не представляю. Шон, я пройтись хочу, успокоиться. Со мной пойдешь? Волчонок покосился на стоявших вдалеке гостей. Ну, да, давай. Стало ясно, энтузиазма младший Фол не испытывает. Не хочет пропустить что-то интересное и отказывать мне тоже. Хотя, знаешь, я сама. Хотя, знаешь, я сама. Я не знаю, что мы тебе друзья. Я не знаю, что мы тебе друзья. Выйдет. Выйдя к реке, девушка присела на берегу. Легкий ветер едва шелестел кронами деревьев, не было даже блеска волны, а песок. Уверена, Максу сейчас не сладко. Долг перед стаей, планы Ральфа, мои проблемы. Все это должно ужасно давить. Как в дальнейшем будет относиться к нашей дружбе Вик? Не станет ли это поводом для конфликта? Важно не дать причин для ревности, а то закончится бедой. В стоявшей тишине, глубоко погрузившись в собственные мысли, Мия не услышала чужих шагов. Не замерзла? Нет. Почему ушла? У вас там свои дела, внутренние. Посчитала, что кому-то из оборотней может мешать мое присутствие. Понятно. Пойдем. Хелен зовет. Сказала, война не война, а есть надо. Мия поднялась. Что с Кловесом? Мне нужно решить его судьбу. Варианты? Убить. Хоть и не хочу руки марать, а падаль. Эмиль не будет препятствовать. Это горе для стоябье, но Кловес их предал. А можно дать Кловесу убежать? Навсегда. Как отреагируют вампиры? Будут в бешенстве. Но Эмиль подтвердит, что убийца не я. Драки не случится, точно? Точно. Кловес перестанет быть волком из стоябье, так что у Эмиля проблем с Вудом тоже не возникнет. Если Кловеса найдут вампиры, никто вмешиваться и мстить не будет. Если он войдет в другую стаю и об этом узнают, его убьют. Если решит завести волчат, убьют. Если его женой станет волчица, она разделит его участь. От нее все отвернутся. Впереди между деревьями показался дом. Отдай Кловеса вампирам. Мне кажется, так будет правильнее. Само собой, это только совет, Макс. Не думай, что я вмешиваюсь. Все нормально. Не стоит злить Итана Вуда. Вампиров больше, ты сам говорил. Важно избежать новой крови, верно? Объект, конечно, будут недовольны. Но ты сказал, что Кловес предал свою стаю. Со временем Эмиль и остальные поймут, что так было нужно. Фол задумался. Да, ты права. Жалеть Кловеса причин нет. Учти, стая Объе не забудет о твоем участии в этой истории. Вампиры тоже могут узнать. Ваша репутация среди вампиров значительно выросла. Надеюсь, не испортила отношения ни с теми, ни с другими. А вот среди оборотней моя репутация понизилась. Это плохо. Девушка подняла голову к небу. В далекой синеве безмятежно переменивались звезды. Эмиль остался, чтобы подтвердить невиновность Макса. Остальные Объе уехали, не прощаясь с Кловесом. Мия тоже решила не задерживаться. В полночь, когда к дому Фолов подъехали вампиры, она уже была в городе. Оборотни старались вслух не вспоминать о случившемся. О причастности Мии к поискам убийцы стало известно лишь некоторым из высшего круга вампиров. Благодаря Виктору, девушке удалось избежать ненужного внимания и пересудов. Также, по ее просьбе, Ваннард посодействовал тому, чтобы поступки стаи Фолов предстали безукоризненными в глазах бессмертных и не было претензий и подозрений. Во вкусе ночи не переставали обсуждать смерть Нормана. Однако разговоры вампиров приобрели обыденный характер, будто темой был прогноз погоды, а не гибель одного из них. Вскоре вышел новый номер сверхъестественного сегодня. Затем вернулась Триша. Подруги договорились встретиться у нее. Хей-хей, вот и я. А ты, похоже, по мне не скучала? Конечно, скучала. Тогда иди сюда. Девушки обнялись. О, как же мне тебя не хватало. И мне тебя. Ты не представляешь, сколько мне пришлось пережить за эту поездку. Одна невеста отца чего стоит? Ее в серпентарии надо держать, среди особенно ядовитых. Похоже, вы подружились. Да уж, вспоминать тошно. После такого отдыха нужен курс реабилитации. Отец как? Здоров. Говорю же, жениться собрался. Но молодой. Триша протянула плоскую коробочку. Подарок тебе. Ой, я сейчас. Пройдя в ванную, девушка сняла верхнюю одежду, чтобы лучше оценить, как смотрится украшение. Мне нравится этот, но возьму я подешевле, за 4 алмазика. Красиво. Спасибо, Триша. Девушки весело болтали до позднего вечера. Несколько раз Триша пыталась расспросить о том, где и как подруга проводила время, какие есть новости в жизни. Мия отвечала общими фразами, стараясь увести тему в сторону. Триша близка мне, а тех, кто тебе дорог, надо беречь от проблем. События моей жизни могут напугать ее. Надеюсь, это нас не отдалит друг от друга. Хотя, может, для нее это было бы хорошо. Эгегея, земля, прием! А? Ты о чем так задумалась? У тебя телефон разрывается. Действительно, из сумочки доносилась требовательная дзззз. Алло. Привет. Ну все, я в Штатах. В смысле, уже прилетела? Схожу с самолета. Почему заранее не позвонила? Я бы встретила. Да брось, что я, маленькая? Так, проходи контроль и жди меня. Сейчас приеду. Мия прервала связь. Триша, прости. Мне надо знакомую в аэропорту встретить. Не проблема. Эдгар нервничал и изводил себя догадками. Строил предположение, чем может обернуться для него потеря расположения князя. Учитывая беспощадность покровителя, одна версия кары была чудовищнее другой. За все дни никаких вестей. Проклятая девчонка. Я мечтаю увидеть, как ты корчишься в муках, ползая среди трупов своих друзей. Хорошо, хоть князь не узнал про мои неудачи в Гольштате и с верстальщиком. Иначе бы точно избавился. Жалко, нельзя рассказать о вампире и оборотне, помогавших ей вместе. Князь ведь спросит, откуда сведения. Не выкручусь. На столе вдруг зазвонил давно молчавший телефон. Наконец-то. Он не забыл своего верного слугу. Да? Эдгар, пришло время. Начинай подготовку. Как груз. В порядке. Проверял, как велели. Пора доставить его на место. Понял. Я займусь транспортировкой. На это потребуется время. Не затягивай. Обрадованный тем, что еще нужен хозяину, Эдгар решился на вопрос. А что с той девчонкой? Я еще могу ее достать? Нет, поздно. Она вступает в силу. Вмешивается в дела вампиров, волков. Убрать рожденную луной, не привлекая внимания других князей, теперь уже не выйдет. Досадно. Это бы решило много проблем, но сохранить тайну важнее. Охваченный любопытством, Эдгар попытался узнать больше. Вы назвали ее рожденной луной? Что это значит? Не твоего ума дело. Сосредоточься на грузе. Подведешь, будешь молить о смерти. Можете на меня рассчитывать, я не... Но в телефоне уже раздавались гудки. Князя не интересовало, что хотела ответить слуга. Вампир кинул телефон обратно на стол. Прошипел. Я докажу, чего стою. Ага, докажешь. Помрешь быстрее. По крайней мере, теперь он знает одну большую тайну. Я рожденная луной. Возможно, с помощью этого неудачника эта тайна откроется и для других. А что за груз, кстати? Я что-то ничего не припомню по этому поводу. В общем, ребят, я сниму для вас еще одну серию, а пока у меня все. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok